Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, это у нас кабель для подключения самого бризера. Ого, а упакован-то все тут, друзья, скажу я вам, довольно-таки солидно. Это нет, не пенопласт, а даже не пойму. А, точно, вспененный полиэтилен. В общем, штука колосная, на ощупь очень прочная и чувствуется в ней надежность. В общем, производитель на месте, как видим, не стоит, даже касаемо упаковки. За что ему уже просто за надежную и продвинутую упаковку респект и уважуха. Так, смотрим дальше. Также здесь имеется шаблон для монтажа бризера на стену. Имелся он и в комплектации у предшествующей модели. В общем, вещица необходима, очень удобно и комфортно производить с ней разметку. Ну, и вот он, собственно, и сам Tion Breezer 3S во всей своей красе. Совсем уже в другом дизайне, в отличие от предыдущего. Символизирующим на передней панели, я так думаю, чем-то движение воздуха. И по сравнению с предыдущей моделью, как видим, он чуть побольше своего собрата. Но это, в общем-то, и не суть как важно, так как побольше-то он совсем на чуть-чуть. Спереди нет уже ни кнопок управления, ни дисплея. Сбоку тоже ничего нет. Как у предыдущей модели есть, как видим, кнопка включения-выключения. Питание сбоку, а тут ее, как видите, запрятали снизу. В общем, получается, что это единственное из всего, на что можно нажать на корпусе Breezer 3S. Остальное же управление происходит дистанционно. Касаемо подачи уже очищенного воздуха в помещении, как видим, оно расположено уже сверху, что я считаю верным решением от сквозняков, в отличие от чем у предшественника. Касаемо же задней стороны Breezer, круговое отверстие для подачи воздуха с улицы, расположено у новинки уже внизу, а не наверху, как у предыдущей модели, да и питающий кабель здесь уже съемный. Они, как у этого, просто выходящие сбоку. И, как видим, он в скрытой установке, который можно при желании вывести в любую сторону. Кстати, что мне очень и понравилось. В этом плане здесь сделано, конечно же, все продуманно. Ну, а теперь давайте заглянем и вовнутрь, и сравним фильтры обеих моделей Breezer. Открывается тут все очень легко и просто, одним движением пальцев, и мы уже внутри. И нашему обзору открылся такой девчачий розовый цвет. Это специальный материал, который обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. В общем, этим материалом полностью звуко- и теплоизолирован Breezer TRETS. Что, как видите, отсутствует на предшествующей модели Breezer Tion. Здесь все с этим как-то проще. Сняв верхнюю панель, мы сразу же видим фильтры. Здесь же, чтобы до них добраться, нужно открыть еще и вторую панель, покрытую этим материалом. Кстати, благодаря которому Breezer и работает практически бесшумно, в отличие от своего предшественника. Так как входное отверстие подачи воздуха в Breezer для его очистки через фильтры расположено снизу, то, соответственно, и подача воздуха происходит снизу вверх. И первым стоит фильтр именно для грубой очистки G4. Который, кстати, можно мыть при его загрязнении бесчисленное множество раз, не покупая новый. После него идет фильтр H11 от уже мельчайшей пыли и различных микроорганизмов. Ну и третьим после этих размещен фильтр AKXL от вредных газов и различных выбросов. Как видите, в сравнении с предыдущей моделью Tion, этот фильтр в несколько раз уже мощнее и больше предыдущего. Что является, несомненно, конечно же, большим плюсом. Выше идет уже нагреватель воздуха, то есть в зимний период времени Breezer, холодный уже очищенный воздух через фильтры, будет подавать в помещение подогретым до необходимой и заданной вами температуры через пульт дистанционного управления. В этом Breezer также есть и возможность рециркуляции, либо частичной рециркуляции воздуха. То есть он фактически может работать и как очиститель воздуха. То есть Tion Breezer 3S может дополнительно чистить воздух, который уже находится в квартире. И поясню, как это происходит. Снизу находятся отверстия для забора воздуха из помещения. Тут стоит тоже своего рода, как видите, фильтр-сетка для предотвращения попадания внутрь Breezer, кошачьей шерсти и прочего. То есть в итоге получается, что Tion Breezer 3S это два в одном. То есть и приточная вентиляция, и плюс еще, как я уже упоминал ранее, и очиститель воздуха. Что, конечно же, является офигенной фишкой от производителя. И это, несомненно, только радует в плане комфортного его использования. Также производитель в этой модели проработал и дополнительный крепеж Breezer к стене. Помимо его просто навешивания на стену, как в предыдущей модели. Чтобы вообще снизить вероятность неплотного прилегания. Прикрепляя его дополнительно при помощи двух шурупов сквозь эти отверстия в дюбеле. Что, конечно же, несомненно, является огромным плюсом касаемо надежности установки Breezer. Ну и касаемо сравнений с предыдущей моделью Breezer, думаю, осталось лишь подытожить. Касаемо скоростей подачи воздуха, у него было лишь 4 скорости подачи воздуха, а у Breezer 3S их уже 6. Это значит, что есть возможность уже более плавно настроить количество подаваемого воздуха в квартиру. Ну а касаемо сравнений пультов этих двух Breezer, он тоже, как видите, уже совсем другого вида у Breezer 3S с дисплеем на нем. В отличии, чем у предшественника. Который-то, в общем, думаю, можно сказать, и перекочевал с Breezer на пульт. Кстати, с возможностью его крепления на стену. И чтобы не проделывать лишних отверстий в стене, можно закрепить данную штуку просто на двухсторонний скотч. Пульт Breezer не просто управляет им, но и информирует о температуре воздуха и сроке замены фильтров. Срок эксплуатации которых, в общем-то, как видим, и указан производителем прямо на них. Так как на борту Breezer имеется Bluetooth, управлять Breezer теперь можно и просто со смартфона, если вы не приобрели базовую станцию Tion Magic Air. Просто скачав и установив приложение с Google Play. Или подключить Breezer к системе умного микроклимата Tion Magic Air. И Breezer будет автоматически поддерживать заданные вами параметры. То есть будет измерять параметры воздуха и управлять климатической техникой. А как это примерно происходит, об этом я уже говорил в предыдущем видео. А также упоминал и как происходит правильная установка Breezer на стену на примере небольшого чертежа. Так что в этом ролике я на эту тему повторяться больше не буду. А просто свяжу два этих ролика между собой с ссылками под видео. И в конечных заставках в конце обеих роликов. И для кого из вас интересна полнота информации на эту тему, те ею, собственно говоря, и воспользуются. Ну и в итоге, ко всему вышесказанному, мне остается лишь добавить, что помимо качественно проведенного ремонта в ваших квартирах, немаловажным аспектом, конечно же, является и комфортное пребывание в ней. В чем, безусловно, и может помочь установка подобного оборудования, которое занимает не более часа. Согласитесь, это намного удобнее, комфортнее и полезнее для вашего самочувствия, чем открывать постоянно окна, слыша шум дорог и прочего, и при этом дыша пылью и загазованностью окружающей среды. Так как экология в наши дни, в городах и уж тем более в крупных мегаполисах, как сами понимаете, оставляет желать лучшего. Ну и еще вдогонку немного полезной информации для чайников, не разбирающихся в климатической технике. Не надо путать бризер с кондиционером. Это абсолютно разное оборудование, выполняющее разные функции. Бризер – это компактная приточная вентиляция с возможностью подогрева воздуха и его очисткой. А касаемо кондиционера, он не подает кислород с улицы, он лишь охлаждает его. Простыми словами выражаясь, просто гоняя его в помещение, понижая влажность в нем. Вот и все дела. Да, и кстати, как раз в тему будет сказано, производитель также выпустил и вот такой ЭК-модуль, с помощью которого можно связываться с климатической техникой, а точнее с кондиционерами других производителей. Если вкратце, то ЦК-модулем можно подключить кондиционер к базовой станции Magic Air. Это подчеркиваю, для автоматического управления, либо просто использовать свой смартфон как пульт. Как видите, все очень легко и просто. Ну а подробнее о оборудовании Tion вы сможете узнать на их сайте, ссылочку на который я оставлю под этим видео в описании, а также там и приобрести климатическую технику для вашей квартиры либо офиса. На этом можно сказать, что касаемо этой темы, у меня на сегодня все, что я вам и хотел поведать в этом видео. И мне на этой ноте остается с вами всего лишь попрощаться, ну и как всегда, по традиции, напоследок пожелать вам только качественно проведенного ремонта в ваших жилищах с комфортным пребыванием в нем. Для кого из вас информация из этого видео была интересной и полезной, ставьте лайки, друзья, ну а для кого нет, тоже особо не суетитесь, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные и познавательные видео. Также вступайте и в мою группу ВКонтакте, ремонт и отделка, ссылочка на которую будет размещена под этим видеороликом в описании. В общем, обращайтесь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. Всем пока!